МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Джулиан, привет, я Аня. Привет, рад с тобой познакомиться. Я тоже очень рада. Я смотрю эту программу, он вообще очень классный. Ну, а ты готов со мной попутешествовать по Ставропольскому краю? Да, я готов. Ну, почему у вас здесь так холодно? Да здесь холодно, зато какие у нас с тобой жаркие будут путешествия. Готов? Готов. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 В настоящее время пещера вечной мерзлоты представляет собой тоннель длиной около 400 метров с небольшими тупиковыми отверстиями. Продолжение следует... 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 Ах, спасибо. Слушай, ну, закарабкались мы с тобой довольно-таки высоко, но надо еще выше. Ну, давай в следующий раз. Просто я уже устал тоже, и мне надо тоже потренироваться еще чуть-чуть. Ты уверен? Да, я уверен. Но только если мне, ты мне поможешь. Конечно, конечно, помогу. Ес! Сэр! Класс! Жюлёв, проверь, пожалуйста. Все взял? Спасибо. Арчи, давай-давай-давай. Давай, друг. О! О! Блин, куда она меня привезла? Ты вообще собираешься ко мне подходить? Иди ко мне. Давай, иди сюда. Подходи, подходи, подходи. Давай, подходи, подходи, Джулио. Куда ты меня привезла? Я хочу тебя спросить, Джулио. А ты вообще боишься высоты? Да, я боюсь высоты. Это просто замечательно. Отлично. Что отлично? Сейчас я тебе кое-что покажу. Пойдем. Пойдем я тебе кое-что. Пойдем, пойдем. Сейчас все узнаешь, Джулио. Пойдем, пойдем. Пора, Джулио, хорошенько взбодриться. Тем более у нас на Ставрополе есть для этого отличное место. Один из старейших дельтапланерных клубов России на горе Юца. Благодаря сухому климату и широким равнинам здесь можно летать высоко и далеко. Что и предстоит моему новому другу Джулио. Дорогой мой Джулио, а полетишь ты вот на этом дельталете. Нифига себе! Дельталет – это моторный и сверхлегкий летательный аппарат с гибким крылом по типу дельтаплана и балансирным управлением. Взлетная масса, согласно классификации Международной авиационной федерации, не превышает 495 килограммов. Как любой летательный аппарат, он состоит из крыльевого модуля, моторного модуля. На борту имеется парашютная спассистема, которая в случае надобности подарит возможность жить дальше. Это Дмитрий – пилот, который с ветерком прокатит Джулио в небе. Тебе будет холодно, поэтому тебе придется одеться. Есть ли у тебя с собой теплая одежда? Есть, конечно. Одевайся, пожалуйста. Для того, чтобы все было безопасно, ты должен одеть этот шлем. Дима, а это не опасно? Это не опасно. Это не относится к экстриму. На данном летательном аппарате заднее место занимает либо инструктор в процессе обучения курсанта, либо пассажир. Поэтому это место твое. Ага. Ауч. Для того, чтобы в момент, когда будет сильная турбулентность, никто не вытрухнулся с аппаратом и тебя пристегнем. Привезнами ремнями. Я занимаю свое место, место пилота. Если честно, мы еще не взлетели, а мне уже страшно. Ощущения такие, будто сейчас сердце выскочит из груди. От винта. В небе я понял, почему сюда приезжают пилоты из разных уголков в России. С высоты Ставропольский край, Кавказские минеральные воды гораются еще красивее. Поднявшись в небо раз, хочется сделать это еще и еще. Я вас поздравляю, полет окончен, мы снова на земле. Жюля, тебе понравилось? Мне очень-очень понравился. Просто огонь. Это самое офигенное отсутствие. Жюля, ты живой мой родной. Ты живой мой сладкий. Ну как тебе? Это просто огонь. А ты управлял дельталетом? Да, да, да. Ну как вообще? Офигенно просто. Я без комментариев просто. Боялся? Вот честно только скажи. Страшно было? Если честно, да. Сильно? Да, сильно. Но ты молодец. Ну все, по-русски. Получай. Я тобой гордлюсь. Ты молодец. Yes, sir. Но это еще не все. Ну что же, дорогие друзья, следующая остановочка это парапланы. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Из чего состоит наш прекрасный параплан? Параплан достаточно простой летательный аппарат. Это практически парашют. Только прошел некоторую степень эволюции. Состоит он, в принципе, из подвесных систем, непосредственно стропной системы. Подвесные системы? Это вот эти подвесные? Два квадратных метра. То есть, как, в принципе, небольшая душечка такая. Что это за материал такой? Материал называется SkyTex. Он воздухонепроницаемый. Взял он для того, чтобы, опять же, крыло поддерживать свою форму, потому что оно летит за счет того, что у него внутри давление воздуха. А вообще вот это удовольствие полетать на параплане дорого стоит? Приобрести свой параплан, обучиться? Смотрите, тут, в принципе, то же самое, как с автомобилями. Цена достаточно сильно варьируется. Если хотите наши российские, то они будут дешевле. Если импортные, то, естественно, будет дороже. Самообучение тоже не очень дорого, 35 тысяч. А этот сколько стоит? Булл в районе 70-80 тысяч. И новый? Чисто крыло. Новый 160-180. И плюс остальная часть? От 40-50. Ну, Лада Гранта, да, в общем? Ну, да, 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 да. А пока Аня общается с пилотом Николаем, отмечу, что клуб «Авиация на Юте» был открыт в 1986 году. Одним из первых в России. С тех пор каждый год сюда приезжают как профессионалы, так и любители. Здесь проходят различного уровня соревнования, чемпионаты России и первенства. Сезон полетов на параплане обычно начинался в апреле до октября. Но для местных это время, или этот сезон практически никогда не заканчивается. Ставропольский край и Юцу зовут колыбелью российского парапланиризма. Гора достаточно пологая, в особенности с восточной стороны. Здесь и расположена стартовая площадка с восходящими потоками воздуха. Гора Юца считается раем для парапланиристов. Ее высота 973 метра. Название горы с тюркского Джиннесу, что в переводе обозначает «талая вода». А в простонародье ее называют «жучка». Думаю, нам с Джулио пора попробовать полететь с этой жучки. У меня уже ножки не достанет. Вот он, Ставропольский край с высоты птичьего полета. Здесь, в небе, ни о чем не хочется думать. Хочется просто лететь и любоваться. Ребят, а Джулио нормально? Все хорошо с ним? Вань, Джулио где? Приземлился? Нет, летит. Летит еще? Джулио. Да, да. Я тебе везде искала, что случилось? Блин, мы нехорошо приземлили, я ударю голову. Да ты что? Да, серьезно. Слушай, Джулио, мне нужно тебе кое-что сказать. Что? Знаешь, есть такая традиция, кто первый раз летит на параплане, тот должен подоить козу. Ну ты что, серьезно? Да, подоить козу, по-моему. Какое-то хорошо, да. Вообще-то сейчас пошутила. Ну ладно, посмотрим на это зрелище. Настало время попробовать это прекрасное молочко. Давай, давай, давай. Почему? Мне надо попробовать. Потому что оно очень полезное. Давай, давай. Да, тем более ты его надоил. Ладно. Давай, давай, пробуй. Нет, 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 еще есть флоп, пробуй. Еще, еще, еще. Ну как тебе? Нормально. Ну? Вкусненько. Вкусненько? Да. Ну это еще не все. Пойдем, пойдем я тебе по дороге, все расскажу. Пойдем. Давай, держи, держи. Держи березочку, аккуратненько. Держи березочку, аккуратненько. Джулио. Есть, сэр. Мы прибыли к месту назначения озера Тампукан. Все, Аня, я пошел купаться. Спасибо тебе большое. Так, стой. Сюда иди. Что? А вот у меня вопрос. Это вообще вот что такое? Что ты же говоришь, что мы к озеру поедем, тогда подготовимся. А, подготовился, да. Ну хорошо, давай. Есть, сэр. Давай. Тампуканское озеро находится в 12 километрах от Пятигорска. Этот водоем часто называют Черным озером. В эти слова вкладываются не мистические, а самые, что ни на есть, практический смысл. На дне расположен толстый слой черной грязи. Но эта грязь не простая, а лечебная, некоторые говорят даже волшебная. Основу состава тампуканской грязи составляют минералы и органические соединения. Именно они придают ей уникальные лечебные свойства. По оценкам специалистов, целительные свойства озера тампукан превосходят грязи знаменитого Мертвого моря в Израиле. Жуля? Да. А ты вообще понимаешь, зачем я тебя сюда привезла? Ну, зачем? Искупаться. Искупаться, да? Ну. Сейчас, секундочку, подожди. Аня, что это такое? Сейчас сам все увидишь. Подожди, подожди. Сейчас. Сейчас сам все увидишь. Не переживай. Что ты делаешь? Это все для пользы, для твоего же здоровья, Джулио. Не переживай. Пока Джулио принимает процедуру под открытым небом, покажем наглядно то, что внутри озера. Итак, сверху соленая вода, как в море. После слой водорослей. Ниже иловый слой и черная грязь. Далее черно-серая грязь и слой глины. Аня, серьезно. У Тамбуканской грязи серьезно прям воняет вообще. Ну да, запах вот как протухшие яйца, если честно. Но раз эта грязь целебная, то запах можно и потерпеть. Я узнал, что она лечит. После грязевых масок кожа без прыщиков и покраснений. В общем, как новенькая. Ее применяют даже в косметологии. Можно мне наконец-то искупаться? Да, пожалуйста. Смотри, сколько воды. Целебную грязь Тамбукана используют во многих здравницах кавказских минеральных вод. И чтобы посмотреть, как ее добывают, мы приплыли на середину озера, где находится баржа с землечерпательной машиной. А вот так происходит процесс добычи целебной грязи. Так, грязь, которая в дальнейшем попадает в лечебницу, в санаторий. Это наше богатство Ставропольского края, кавказских минеральных вод. Из недр озера идет к добычам. Я правильно понимаю? Вот ковшичек. Он опускается на дно, захватывает эту грязь и поднимает наверх. И дальше уже непосредственно с озера до наших отдыхающих, которые приезжают к нам. Ковшики напоминают цветочный горшок. Да, процесс добывания грязи классический. Но он позволяет сохранить все свойства и нарушает структуру. Процесс грязеобразования, он длился несколько тысяч лет. И здесь, почему сохраняются целебные и лечебные свойства грязи, потому что сама вода, озеро, так называемая рапа, которая сама является лечебным фактором, у нее высокий уровень минерализации, порядка 24-26 грамм на литр. И благодаря вот этому природному, естественному консерванту, те лечебные свойства в грязи, они сохраняются. Более того, сама грязь, она также минерализована. И благодаря вот этому процессу, послойному грязеобразованию, вот мы получаем тот результат, воздействие на организм человека, за которым к нам все едут. Грязи, которой сейчас в Тамбуканском озере, хватит еще лет на 100. На дне озера находится 1 миллион 355 тонн грязи. По весу это как 200 тысяч слонов или 39 тысяч груженых камазов. Дорогие друзья, мы сейчас находимся, можно сказать, на границе двух субъектов Российской Федерации. С одной стороны у нас находится Ставропольский край, а с другой стороны Кабардино-Балкария. Вот видите, вон ту точечку. Вот это и есть граница. Джулио, ну вот такое вот у нас на Ставрополье Тамбуканское озеро. Как тебе? Очень круто было здесь время проводить. Спасибо тебе большое. Джулио, ну а дальше... Не-не-не-не-не. Стой, стой, стой. Дальше мы должны попрощаться с нашими телезрителями. Джулио, стой. Ну тебе хоть понравилось наше путешествие? Джулио, да подожди, родной. Джулио, да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова